Письмо к рабочим и крестьянам Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным. То есть тема Украины сейчас весьма и весьма актуальная и конечно для нас было бы неплохо. А как рассматривал вопрос взаимоотношения России с Украиной Владимир Ильич Ленин? Это очень важно я считаю и поэтому давайте рассмотрим содержание этой статьи. Статья была написана, это письмо, как он назвал свою статью, письмо к рабочим и крестьянам, 28 декабря 1919 года. То есть к концу 1919 года, когда Деникина уже хорошо потрепали, он уже практически скатился почти до самого Черного моря. И начинает он с такой мысли, что 4 месяца тому назад, в конце августа 1919 года, мне довелось обратиться с письмом к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. То есть есть такое письмо по поводу победы над Колчаком. Кстати, довольно любопытно, кто не читал это письмо, прочитайте. Почему? Потому что Владимир Ильич Ленин говорит, что рабочим и крестьянам Украины следует ознакомиться с теми уроками, которые для всех русских крестьян и рабочих выяснились на опыте завоевания Сибири Колчаком и освобождения Сибири красными войсками после долгих месяцев помещичьего и капиталистического гнета. Вот там в этой статье по поводу победы над Колчаком, еще отвлекусь, там 5 уроков Владимир Ильич Ленин рассматривает. Очень любопытные уроки. Это уроки строительства Красной Армии, уроки ее неудач и побед, а также уроки, которые извлекло трудящееся население Сибири после нескольких месяцев бесчинств Колчака в Сибири. Ну это тема, как говорится, отдельная. А теперь, по сути, вот предложив, значит, ознакомиться с уроками с теми, которые в августе предлагал Владимир Ильич Ленин, он дальше продолжает в этом письме к рабочим и крестьянам Украины. Но кроме этой задачи и ряда других задач, которые одинаково стояли и стоят перед великорусскими и украинскими трудящимися массами, есть особые задачи советской власти на Украине. Одна из таких особых задач заслуживает в настоящее время чрезвычайного внимания. Это вопрос национальный или вопрос о том, быть ли Украине отдельной и независимой Украинской Советской Социалистической Республикой, связанной в союз с Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, или слиться в Украине с Россией в единую Советскую Республику. Все большевики, все сознательные рабочие и крестьяне должны внимательно подумать над этим вопросом. Ну и вы видите, что с приходом буржуазии к власти, как в настоящее время, как у нас в России, так и на Украине, вопрос национальный опять стал очень остро. И опять стоит вопрос, как же быть дальше, соединяться Украина с Россией или не соединяться и так далее. И тогда вопрос тоже национальный стоял довольно остро. И далее Ленин продолжает. Поэтому, само собою, очевидно и вполне общепризнанно, что только сами украинские рабочие и крестьяне на своем всеукраинском съезде Советов могут решить и решат вопрос о том, сливать ли Украину с Россией, оставлять ли Украину самостоятельной и независимой республикой, и в последнем случае, какую именно федеративную связь установить между этой республикой и Россией. Как же следует решать этот вопрос с точки зрения интересов трудящихся, с точки зрения успеха их борьбы за полное освобождение труда от их капитала? То есть, как решить вопрос, задает Ленин, как этот вопрос решить так, чтобы он наиболее полно отвечал интересам трудящихся, как России, так и Украины? И отвечает сам на этот вопрос. Во-первых, интересы труда требуют самого полного доверия, самого тесного союза между трудящимися разных стран, разных наций. Сторонники помещиков и капиталистов, буржуазии, стараются разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть капитала. То же самое происходит и сейчас, обратите внимание. Капитал есть сила международная, говорит Ленин. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их. Мы противники национальной вражды, национальной розни, национальной обособленности. Мы международники, интернационалисты. Мы стремимся к тесному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян всех наций мира в единую всемирную Советскую Республику. То есть идеалом могла бы быть единая Сибирная Советская Республика, говорит Владимир Ильич. Во-вторых, отвечает на этот вопрос Ленин, трудящиеся не должны забывать, что капитализм разделил нации на небольшое число угнетающих, великодержавных, империалистических, полноправных, привилегированных наций и громадное большинство угнетенных, зависимых и полузависимых, неравноправных наций. То же самое сейчас остается. Точно та же история. Семерка, привилегированная, и все остальные, в том числе и бывшие Советские Республики, которые зависимы от этих империалистических, великодержавных стран. Поэтому Владимир Ильич говорит дальше. Мы хотим добровольного союза наций, такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии. Такой союз нельзя осуществить сразу. До него надо доработаться с величайшей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать недоверие, чтобы дать изжить недоверие, оставленное веками гнета помещиков и капиталистов, частной собственности и вражды из-за ее разделов и переделов. Поэтому, неуклонно стремясь к единству наций, беспощадно преследуя все, что разъединяет их, мы должны быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережиткам национального недоверия. Неуступчивы, непримиримы мы должны быть ко всему тому, что касается основных интересов труда в борьбе за его освобождение от лига капитала. А вопрос о том, как определить государственные границы теперь, на время, ибо мы стремимся к полному уничтожению государственных границ, есть вопрос не основной, не важный, второстепенный. С этим вопросом можно подождать и должно подождать, ибо национальное недоверие у широкой массы крестьян и мелких хозяйчиков держится часто крайне прочно, и торопливостью можно его усилить, то есть повредить делу полного и окончательного единства. Опыт рабочей крестьянской революции в России, опыт ее двухлетней победоносной борьбы против нашествия международных и русских капиталистов, показал яснее ясного, что капиталистам удалось на время сыграть на национальном недоверии польских, латышских, эстлянских, финских христиан и мелких хозяйчиков к великороссам, удалось на время посеять рознь между ними и нами на почве этого недоверия. Посмотрите, ведь опять то же самое произошло. Опять Прибалтика, Польша, опять все против России. Хотя, конечно, ситуация несколько отличная от того, что была. Далее, продолжает Владимир Ильич, опыт показал, что это недоверие изживается и проходит только очень медленно. И чем больше осторожности и терпения проявляют великороссы, долго бывшие угнетательской нации, тем вернее проходит это недоверие. Именно признанием независимости государств польского, латышского, литовского, эстлянского, финского мы медленно, но неуклонно завоевываем доверие самых отсталых, всего более обманутых и забитых капиталистами трудящихся масс соседних маленьких государств. Именно таким путем мы всего вернее отрываем их из-под влияния их национальных капиталистов, всего вернее, ведем их к полному доверию к будущей единой международной Советской Республике. Далее, было бы единство в борьбе против иго-капитала, за диктатуру пролетариата, а из-за вопроса о национальных границах, о федеративной или иной связи между государствами, коммунисты расходиться не должны. Среди большевиков есть сторонники полной независимости Украины, есть сторонники более или менее тесной федеративной связи, есть сторонники полного слияния Украины с Россией. Из-за этих вопросов расхождение недопустимо. Эти вопросы будет решать всеукраинский съезд Советов. Если великорусский коммунист настаивает на слиянии Украины с Россией, его легко заподозрят украинцы в том, что он защищает такую политику не по соображениям единства пролетариев в борьбе с капиталом, а по предрассудкам старого великорусского национализма. Такое недоверие, естественно, до известной степени неизбежно и законно, ибо веками великоруссы впитывали в себя под гнетом помещиков и капиталистов позорные и поганые предрассудки великорусского шовинизма. Если украинский коммунист настаивает на безусловной государственной независимости Украины, его можно заподозрить в том, что он защищает такую политику не с точки зрения временных интересов украинских рабочих и крестьян в борьбе против иго-капитала, а в силу мелкобуржуазных, мелкохозяйских национальных предрассудков, ибо опыт показывал нам сотни раз, как мелкобуржуазные социалисты разных стран, всякие якобы социалисты поэльские, латышские, литовские, грузинские, меньшевики, эсеры и прочее перекрашивались в сторонников пролетариата с единственной целью – протащить обманом политику соглашательства со своей национальной буржуазией против революционных рабочих. Это мы видели, например, Керенщины в России в феврале-октябре 1917 года, это мы видели и видим во всех и всяческих странах. Ну, ситуация по-прежнему отвечает тому анализу, который давал Владимир Ильич еще и сто лет назад, можно теперь уже сказать. Взаимное недоверие между великорусскими и украинскими коммунистами возникает таким образом очень легко. Как же бороться с этим недоверием? Как преодолеть его и завоевать взаимное доверие? Задает вопрос Владимир Ильич. И, конечно же, опять сам отвечает. Лучшее средство к тому – совместная работа по отстаиванию диктатуры пролетариата и советской власти в борьбе против капиталистов всех стран, против их попыток восстановить свое всевластие. Вот насколько четкая мысль здесь. Внимательно вдумайтесь в нее. Такая совместная борьба ясно покажет на практике, что при каком угодно решении вопроса о государственной независимости или о государственных границах великорусским и украинским рабочим обязательно нужен тесный военный и хозяйственный союз. Ибо иначе капиталисты Антанты, Согласия, то есть союза богатейших капиталистических стран Англии, Франции, Америки, Японии, Италии задавят и задушат нас по-одиночке. Пример борьбы нашей против Колчака и Деникина, которых снабжали деньгами и оружием эти капиталисты, ясно показал эту опасность. Ну, то же самое сейчас происходит. Эти же страны, опять же, снабжают деньгами и оружием капиталистов Украины, к сожалению. Далее. Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны с величайшей строгостью преследовать в своей среде малейшее проявление великорусского национализма. Ибо эти проявления, будучи вообще изменой коммунизму, приносят величайший вред, разъединяя нас с украинскими товарищами и тем самым играя на руку Деникину и Деникинщине. Ну, теперь, сами понимаете, кому? Современному капиталисту. Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны быть уступчивы при разногласиях с украинскими коммунистами, если разногласия касаются государственной независимости Украины, формы ее союза с Россией, вообще национального вопроса. Неуступчивы и непримиримы мы все, и великорусские, и украинские, и какой угодно другой нации коммунисты, должны быть по отношению к основным, коренным, одинаковым для всех наций вопросам пролетарской борьбы, вопросам пролетарской диктатуры, недопущения соглашательства с буржуазией, недопущения раздробления сил. В этой долгой и трудной борьбе мы, великорусские и украинские рабочие, должны идти теснейшим союзом, ибо по одиночке нам, наверное, не справиться. Каковы бы ни были границы Украины и России, каковы бы ни были формы их государственных взаимоотношений, это не так важно. В этом можно и должно идти на уступки. В этом можно перепробовать и то, и другое, и третье. От этого дело рабочих и крестьян, дело победы над капитализмом не погибнет. А вот если мы не сумеем сохранить теснейшего союза между собой, союза против капиталистов и кулаков наших стран и всех стран, тогда дело труда, наверное, погибнет на долгие годы, в том смысле, что и Советскую Украину, и Советскую Россию тогда смогут задавить и задушить капиталисты. И буржуазия всех стран, и всяческие мелкобуржуазные партии, допускающие союз буржуазии против рабочих, больше всего старались разъединить рабочих разных национальностей, разжечь недоверие, нарушить тесный международный союз и международное братство рабочих. Когда буржуазии удастся это дело, дело рабочих проиграно. Позже коммунистам России и Украины удастся терпеливой, настойчивой, упорной совместной работой победить националистические происки всякой буржуазии, националистические предрассудки всякого рода и показать трудящимся всего мира пример действительно прочного союза рабочих и крестьян разных наций в борьбе за советскую власть, за уничтожение гнета помещиков и капиталистов, за всемирную федеративную советскую республику. Вот такой мыслью, такой фразой Владимир Ильич и заканчивает свое письмо. Вот что хотел я до вас, товарищи слушатели, довести. Продолжение следует...